Здравствуйте, друзья! Вчера я закончил работу вот над этой картиной. Приморский городок. Яркое солнце осветило дома. На дом крайний, стоящий справа, упала тень от архитектуры, которая находится вот в этой части. То есть здесь перпендикулярно есть еще дома, и именно они отбрасывают вот эту глубокую темную тень, которая и задает основной контраст этой картины. Художник Бранко Дмитриевич задал мне настроение для создания этой картины. Нет, это не копия его работ, но вдохновение я получил, просматривая именно его картины. У него нет уроков живописи или материалов, которые описывают его технику исполнения. Конечно же, создавая работу, я опирался только на свои умения и знания. И еще раз повторю, что не создавал точной копии какой-то его работы. Что мне очень нравится в работах других художников и воплощать именно в своей живописи, это работа с текстурной поверхностью. И казалось бы, разве может быть дом вот с таким неровным краем? Разве может быть таким рваным соединение вот этих двух объектов? Но в картине, которая склонна к декоративности, такое воплощение живописное, художественное допустимо. И именно оно создает весь вот этот эффект подачи текстуры в картине. Что еще хочется отметить в этой работе? Ну, как я уже сказал, это такой высокий контраст. Если эту тень сделать светлее, то этот свет не будет казаться таким ярким. Да, контраст построен именно на глубокой тени. Здесь она холодная, имеет холодные вкрапления и теплые вкрапления, которые всегда присутствуют при ярком освещении. И полностью эта тень уходит в черный цвет. И в этом темном пятне мы практически не различаем никаких объектов. Как я уже сказал, этот контраст нужен для выявления яркости света. Ну и вообще, контрастная картина, мне кажется, смотрится наиболее убедительно. Что еще мы отмечаем на эту картину? С одной стороны видна некоторая небрежность исполнения. Как я уже сказал, вот эти рваные края, они присутствуют там и у крыш, и когда художник... Ну, то есть я вел кистью, рисуя мачту вот этого корабля. Кисть оставляла свой неровный отпечаток на поверхности. Но вот это вот мерцание линии тоже имеет свою художественность. Также, может быть, какая-то неаккуратность наблюдается и в написании окон. Ну, то есть окна это такие темные точки и ставни у окон тоже одним движением кисти показаны. Да, я хочу сказать, что это, конечно же, полностью ручная работа. Никакой отпечаток здесь не применялся. И вы на видео видите, как создавалась эта работа от начала до конца. Для чего весь этот спич, весь этот рассказ? Я мечтаю, чтобы эта картина нашла своего покупателя, нашла свой дом и радовала вас своим видом. И вы спустя даже многое время... Вот помните, в детстве мы любили на ковре у бабушки разглядывать какие-то узоры. И всегда в этих строениях орнамента находили то лица, то каких-то животных или другие символы. Иногда они казались очень добрыми, иногда нахмурившимися, злыми. Вот такие картины дают нам возможность очень долгое время, спустя годы, находить все новые и новые нюансы, которые художник закладывал и естественным образом, то есть это входило в его планы, и какие-то вещи получились спонтанно. Может быть, какие-то, как мы говорим, эти разрывы поверхности получались случайно, когда художник ввел свой инструмент по этой поверхности. Но при этом это создало в картине определенный эффект, определенную текстуру, которая создала свой художественный эффект и дает нам возможность наблюдать за этой поверхностью, разглядывать ее все лучше и лучше, и каждый раз находить для себя какие-то интересные эффекты в картине. То есть живопись такого рода, с такой подачей, более интересна для разглядывания, чем картины с глубокой проработкой деталей. Да, там мы можем восхищаться мастерством художника, говорить, как же он создал такую картину, буквально в точности похожую на фотографию. Но я думаю, что для художественности это не самый лучший вариант. А вот такую картину, как я уже сказал, очень интересно разглядывать. В каждой ее точке, в каждой ее детали находится какое-то решение, которому хочется уделить свое время. Итак, работу можно приобрести для этого или перейти по ссылке в описании, к этому видео, или написать о своем желании в комментарии. Если же вы смотрите видео спустя уже какое-то время, после выхода его на моих ресурсах, то просто перейдите на сайт alexjiv.com. Ну что ж, если у вас есть еще какие-то вопросы по этой картине, пожалуйста, напишите мне, с удовольствием отвечу. Размер 40 на 50, картина выполнена на арголите, покрыта акриловым лаком, допускает влажную уборку мягким материалом. Но, конечно, доводить картину до такого состояния, что ее нужно мыть мочалкой с мылом, наверное, не стоит. Поэтому, если она у вас будет висеть в раме на стене, то никаких обслуживаний, работы производить не надо. Пыль, наверное, вытирать не влажной мягкой тканью, а лучше сметать какой-то кистью. Если там есть в рельефе какая-то пыль, которая может появиться лет через 5, то убрать ее и все. Акрил материал долговечный, покрытие лаком дает еще дополнительную защиту всей этой работе. Все. Информации по этой работе у меня пока больше нет. Всего вам доброго, любителя живописи, покупателя этой работы. Я жду в своих контактах. Добро пожаловать и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok